всем привет дорогие друзья сегодня я хотел бы поговорить об муравьях хотите экономить на своих покупках регистрируйтесь сервисе литишоп и получайте кэшбэк в более чем 900 магазинах покупайте с удовольствием регистрируйтесь сервисе литишоп устанавливайте расширение для своего браузера и экономьте на своих покупках а именно столкнулся я с такой проблемой что сейчас у нас дома топят причем топят довольно таки хорошо и вода испаряется катастрофически сильно прямо невозможно я замучился менять эти пробирки то есть одну поменяешь другую вставляешь а благодаря тому что их уже много что их уже много это становится довольно таки сложным и проблематичным заданием задачи и всем остальным сейчас на данный момент у меня муравьев где-то около 50 я сложно мне было сосчитать но что больше 40 это точно и все-таки решил я вот смотрите здесь у меня с левой стороны пробирку я поменял недели две назад уже воздух в пробирке уже пол пробирки здесь находится матка с яйцами а во второй пробирке в пустой у меня они сделали кормушку то есть там находится корм и в этой пробирке воды уже тоже нету и вылезать они отсюда не хотят и передо мной вообще стал вопрос как их отсюда выгнать но я решил упростить себе задачу не буду я уже никого не откуда выгонять я сделаю наверное проще я соберу маленький формикарий и уже переселю их в этот формикарий да конечно сейчас все скажут что вот их еще мало формикарий переселять рано формикарий большой но я думаю ничего страшного не случится и решил я сделать формикарий но как-то увлекся и забыл я что я вообще видео снимаю и не снял я видео как я все это делал ну давайте я вам покажу вот что уже сейчас готово вот у меня здесь получается вот у меня здесь получается значит раз два три 4 5 6 7 8 9 камер это конечно многовато здесь у меня будет стоять измеритель влажности и температуры здесь будет идти трубка вентиляции и запасной как бы проход то есть по этому каналу они смогут проходить смогут проходить еще самый низ и я думаю вот здесь вот сделаю вход то есть здесь будет вход здесь будет запасной проход и где-то вот так вот залью гипсом залью гипсом и все будет хорошо никак не могу решить как решить проблему с увлажнением и решил вот сделать такую штуку поставлю ее сейчас на дно а в дальнейшем когда гипс застынет на ее место буду на ее место поставлю буду использовать губку на на губку для увлажнения губку я взял сейчас я вам покажу какую не стал я заморачиваться и заказывать в интернете нашел подсказали мне на форуме можно взять вот такую губку от швабры 108 рублей стоит зато это та же самая на на губка все то же самое но стоит дешевле чем где-то что-то продают значит вот такую губку потом вырежем и вставим вот в это вот отверстие где сейчас колпачок там будет губка для увлажнения ну естественно будет еще поилка думаю это отдельно это ничего страшного поилочка будет еще дополнительно плюс увлажнение вот в общем вот такая подготовительная база сейчас я пойду разводить алебастр и заливать все это алебастром чтобы потом все это высохнет вынуть и уже сделать нормально нормальный формикарий и я думаю самая проблема будет это как их всех дружно переселить сюда ну а на данный момент сейчас я ставлю на паузу и давайте пойдем разводить алебастр и заливать все это дело алебастром а и Продолжение следует... Итак, друзья, вот что у нас получилось на первой стадии. Все залилось, камеры видны, камеры получатся довольно-таки глубокие. Здесь я сделал ландшафт, небольшие холмы с горами. Это все потом будет видно, когда будет чистая банка. Еще внутри хочу какой-нибудь декор создать. Есть у меня камушки и всякая другая ерундистика, попробую поставить. Также не знаю, пока отдельную арену делать не буду, а в дальнейшем, когда подрастут, буду делать отдельную арену. Ну а теперь ждем, когда все это застынет. И когда все это застынет уже, будем вынимать и доделывать. А сейчас опять пауза. Итак, дорогие друзья, вот что у меня получилось. Вот здесь встроен измеритель влажности и температуры. Здесь сделано отверстие для вентиляции раз. Здесь сделано отверстие для вентиляции два. Все заделано сеточкой. Заделано сеточкой. Одна сторона. Также заделано сеточкой. Вторая сторона. Все ходы между собой связаны. Между вот этим входом и этим входом внутри еще есть проход. И здесь есть проходы и есть два выхода. То есть сверху вот мы видим один выход. И вот второй выход. Для уналожнения я все-таки губку встроил в середину. Поскольку вчера, как вы заметили, всплыл у меня этот флакон. Просверлил я на глубину. Глубина у меня 5 сантиметров. Просверлил на глубину 5 сантиметров. И в диаметре 2,5 сантиметра. Это буду использовать для увлажнения. Еще есть всякие камушки и все такое. Ракушки сделаю декор. И в общем вот такой вот получился формикарий. Буду ждать сейчас маленько он высохнет. Потому что он очень холодный. Я думаю потому что сырой. И кстати, измеритель температуры врет на 5 градусов. 24 показывает. Замерил я пирометром. Брал пирометр у соседа. 19 градусов. Где-то гипсовая штуковина получилась. Так что надо будет ее подогревать как-то. Но есть коврик у меня. Попробую ковриком. Ну все, ждем, когда она маленько подсохнет. И наверное, через пару дней буду переселять их в этот формикарий. И на крышечке еще сделал вот такую вот штуку. Тоже для вентиляции. Так что вентиляция будет со всех сторон. Крышка закрывается плотно. Здесь резиновый бортик. Так что будет закрываться плотно. Вот так вот будет выглядеть в закрытом виде. Ну пока все. С вами был канал Китай Стал Ближе. И ждем полного высыхания.